На улице сейчас настоящий каток. Люди буквально вгрызаются в дорогу, чтобы не улететь ногами вперед. Мы решили прогуляться по улицам города и узнать, где по-настоящему скользко и как барнаулицы преодолевают метры опасного пути. Мест, где стоит передвигаться аккуратнее, полно. Далеко ходить не надо. Центр города – пересечение улиц Ленина-Чкалова и катушка на Молодежной. Пора. А то идешь как ешь потихонечку. Пора, пора. А в этом году еще не падали, не подсказывали? Я живу здесь в Раду. Вот этот участок, ну буквально, полный голодец. Рядом третья городская поликлиника, но доходят до нее самые стойкие. Людям с недомоганиями, чаще всего пожилым, нужно буквально взять себя в руки и преодолеть ледовый барьер. Поликлиника. Здесь скользко постоянно. Постоянно, каждый год. Уже вторую неделю скользко почти на всех улицах, даже в центре Барнаула. При этом время идет, но то ли техника не доезжает, то ли песок экономят. Правда, пока одни жалуются на гололед, другие – на вред песко-соляной смеси. Да нет, наверное, лучше аккуратнее походить, чем по песку и по соли. Но и же обувь-то тоже нет разъедается. Ну, наверное, есть какие-то современные люди. А соль, песок – это не куш, не куш. Сколько песка ежедневно высыпают на улице, мы попытались узнать в администрации города. Но оперативного комментария не получили. Непросто и во дворах многоквартирных домов. Например, в районе улицы Антона Петровой, второй северо-западной. Горку для детей заливать не стали, она появилась здесь сама, как только подморозила. Как ведут борьбу с гололедом во дворах многоквартирных домов, мы решили узнать в нескольких управляющих компаниях. Говорят, следят за тротуарами, дорожками к подъездам и гарантируют крепкое сцепление. Дворники утром, с утра отдабливают наледь у подъездов и в проезжей части и посыпают ближе к 12 соляно-песчаной смесью, чтобы она подтаивала маленько. Однако гололедица не везде. Буквально сегодня утром на некоторых дорожках появился свежий песок. Остается понять, когда остальные пути станут проходимыми и до каких пор. Людям нужно менять привычный маршрут на безопасный. Мария Микшута, Дмитрий Денисов. День с толком.